Приветствую дорогие зрители на канале видео Людмила Цыганкова. Продолжаем наши разговоры о жизни, о творчестве. Сегодня я хочу больше поговорить о духовной жизни прежде всего и будем продолжать разговор контактирования с миром, с тонким миром, с невидимым миром, с духовным миром. А перед этим хочу продемонстрировать следующую икону, которую я написала. Матерь Божья Казанская. По-польску Матка Божья Казанская. Икона написана на доске 30 на 40. Я пишу олейными фарбами, золочу, нимб золоченый. Прекрасные глаза у Матки Божья. Такие получились живые. Иисус Христос уже мальчик такой. Здесь представлен взрослый подросток. Хотя пропорции, как обычно, на иконе не так соблюдаются. Он слишком маленький по размерам. И я сделала немножко эту икону. Написала в современном стиле. Нимб урезан. Предлагаю вам, давайте начнем дискуссию на эту тему. Какой должен быть нимб на иконах, на портретах святых, чем можно ли писать урезанный нимб. Итак, икона получилась прекрасная. Лицо такое одухотворенное, такое живое. Глаза, прежде всего. И благодаря этим глазам, мне кажется, человек, который начнет молиться перед этой иконой, он быстрее войдет в тот тонкий мир, в духовный мир. И быстрее представит свои проблемы, свои просьбы перед Матерью Божьим, ну, перед помощниками тонкого мира. Почему я говорю сейчас о контактировании с миром невидимым, с тонким миром, с духовным миром? Потому что в этот век глобализации, компьютеризации человек становится немножко похожий на робота. И он забывает о своей правдивой истоте, что он, большей частью, это истота духовная. И поэтому он не должен забывать своих корней. Он должен потихонечку даже навязывать контакты с той своей тонкой стороной, которая является частью духовного мира. Какие методы есть? Мы будем разговаривать на моем канале. Разные, например, икона. Икона, как я уже говорила, это окно в тот тонкий невидимый мир. Церкви, где помогают тоже быстрее человека войти в этот духовный мир. Разные медитации, прежде всего, молитвы, конечно же, трансы. Разные такие релаксационные методы, релаксирующие методы тоже помогают нам войти, почувствовать тот мир, который руководит всем этим на нашей земле. И если мы научимся иногда входить в этот мир, научимся сознательно контактировать с этим миром, то он нам очень-очень во многом поможет. Мы сможем стать более живыми, более творческими. Мы поймем свою душу. Мы имеем пса Каму, то она не терпится. Сейчас буду с ней разговаривать. То есть тонкий мир – это важная часть нашей жизни, и мы не должны об этом забывать. Всего хорошего. До свидания, друзья. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова